Нам кругом рассказывают много всего, а то, что конкретно касается каждого, чтобы продлить жизнь, обрести бессмертие, как пишут они, то не сильно об этом и говорят. А в сентябре 2015 года Элизабет Перриш, директор американской фармацевтической компании, первой в мире решилась изменить свои гены, чтобы отсрочить старость. С помощью специального вируса она активировала в организме фермент теломеразу. Он известен тем, что делает клетки человека бессмертными. Есть гипотеза, что таким образом можно продлить молодость, и Элизабет надеется подтвердить это на собственном опыте. Но раньше врачи 100-200 лет назад сами проводили эксперименты на себе, выпивали эмбрионы и холеры, и других болезней, и смотрели, заразится он или нет. Даже кожные эти заболевания, что на островах у туземцев были проказа. И там, как они себя не заражали, к некоторым это ничего, болезни не клеились. Так что, видите, она сделала, как раньше медики делали, потому что, чтобы это все согласовать, надо очень много времени потратить. И смотрите, почему мы стареем? Со временем большинство клеток изнашивается, и организм стареет. Отчего так происходит, ученые до сих пор не знают. Десятилетиями спорят, мы дряхлеем из-за поломок и механического износа органов, или из-за программы старения, включающиеся по сигналу из мозга. Но есть и хорошая новость, мы уже знаем, как стареют клетки. Когда они делятся, каждая хромосома теряет небольшой кусок. В новом поколении клеток хромосомы становится короче, затем еще короче. Чтобы новые клетки не страдали, на концах хромосом размещены специальные повторяющиеся фрагменты – теломеры. Они не несут важной информации, поэтому их укорачивание не вредит клеткам. Но неизбежно наступает точка невозврата. Примерно после 50-70 делений теломеры заканчиваются, клетка больше не может делиться и погибает. Это число называется пределом Хейфлика, по фамилии ученого открывшийся этот эффект. Считается, что укорачивание теломер – одна из причин старения людей. Вот видите, теломеры и телемераза. Образ жизни может влиять на длину теломер. Больше всего не повезло курильщикам и людям, которые не занимаются спортом и часто волнуются. У них теломеры короче, чем у людей, ведущих здоровую и спокойную жизнь. А вот алкоголики могут вздохнуть спокойно. Употребление спиртного никак не отражается на длине теломер. Впрочем, длину измеряли только в лейкоцитах. И тут, значит, что они пишут. Стволовым клеткам тоже может превратиться в какую угодно. Это когда у новорожденных они идут в этой вот подключенной шнуре от матери. Это команда запасных, которые все готовы заменить из строя выбивших. Из строя по причине болезни или травмы. Половым клеткам тоже надо быть бессмертными, ведь они дают начало новому человеку. Во взрослом человеке 37, тут или биллионов, очень большое число клеток. Чтобы получить такое количество, самые первые оплодотворенные лицеклетки, необходимо поделиться как минимум 45 раз. В принципе, длины теломер должно на это хватить. Но как быть с обновлением тканей и будущими детьми? Получается, чтобы люди росли и растили детей, половым клеткам необходимо проблему теломер укорачивания решить. Для этого есть фермент теломераза. Она удлиняет теломеры и позволяет клетке делиться бесконечно долго. О том, что такой фермент существует, догадался советский биолог Алексей Аловников еще в 1973 году. А через 11 лет ученые из Калифорнийского университета выделили теломеразу из клеток и получили за это открытие Нобелевскую премию. Видите, это признано официально, это все изобретение. По версии Аловникова, хрономеры находятся в клетках мозга. Но этот сам Аловников не стал комментировать это решение Нобелевского комитета и добавил еще вторую теорию, что теломеры это лишь немые свидетели старения, а вызывают его другие специальные молекулы ДНК. Их он назвал хрономерами. По версии Аловникова, хрономеры находятся в клетках мозга и постепенно укорачиваются, отчитывая время нашей жизни. Иными словами, хрономеры – это физическое воплощение биологических часов. Самое же неординарное предположение заключается в том, что на укорачивание хрономер влияет смена фаз Луны, возможно, через ее гравитационное поле. Экспериментальных подтверждений этой экстравагантной гипотезы пока нет. За Луну мы поговорим, что она влияет на отношения между людьми, что люди, когда родились в противоположных фазах Луны, к примеру, первая, третья или вторая, четвертая, они совместимы, мужчины, женщины. Это уже экспериментально тоже доказано, и есть калькулятор расчета. Эксперты при виде этих всех гипотез чешут в затылках, они не могут ни подтвердить это и ни опровергнуть. Вот это вот теломеры, вот такая вот, примерно после вот такая она, как видите, крестиком приводит, что значит активация. Ну, тут они дальше описывают вот эти все примеры, на мышей, что вводили, экспериментировали. Ну, одним словом, вот такая вот теория в преждевременном старении. Рано сидеют волосы, выпадают зубы, часто болеют раком. Что будет с человеком, если отключить его тело-миразу? Такой эксперимент не поставишь. Да, у нас жизнь ставит над нами каждый день такие эксперименты. Ученые из испанского. Ну, тут и рак они вот это борются с этим всем. Вот так вот оно. Любая новая терапия должна быть одобрена регулирующими органами. И она вот сделала в другой стране этот укол в себе. Поехала не в США. Ну, так она вот, видите, такое вот изобретение. Кто хочет, может остановить. И вот пишут взаимосвязь живого питания с теломирами и теломиразой, что если вы будете кушать природную пищу, то, естественно, у вас этот механизм будет лучше работать. Там есть энзимы, природные вещества, которые организм понимает в пище и знает, как их переваривать. Поэтому питание натуральной пищей дает вам эффект продления жизни. И вот, видите, питательные вещества в живой пище, когда она термически не обработана. Антистоксин, вот этот вот, убихинол, восстановление, ферментированные магний. Ну, вот в Википедии телемираза тоже все обнаружено. Общие сведения. Кто хочет, уже почитайте. Но основное я вам сказал. Мы прочитали клинические представления. РНК, видите, сейчас тоже популярны вот эти вот уколы с РНК. Рак. Активация, роль телемиразы в других болезнях человека. Много всего. Телемираза как мишень для лекарственных препаратов. Вот, видите, об этом нам сильно не рассказывают. А вот здоровый же образ жизни, ДНК. Так, тут, значит, пишут, что надо кушать. Вот специалисты по геронтологии из Университета Дюка США провели исследование группы добровольцев. Видите, они их 12 лет наблюдали с 26 лет до 38. Что у многих участников биологический возраст отличался от геронологического в ту или иную сторону? Уровень стресса, физическая подготовка и обязательно рационам питания. Чтобы замедлить процесс старения, надо начинать следить за питанием и вести здоровый образ жизни, необходимый как можно раньше. Неправильное питание в молодости приводит к необратимым структурным и клеточным изменениям, ведущих к повреждению в ДНК в качестве укорачивания теломеров. А что такое неправильное питание? Например, мало кто знает, что такое трансжиры. Но это маргарины, вот эти все масла искусственные, что в печенье уложат и кругом. Мы их кушаем во всех продуктах. Они очень опасны и могут состарить вас намного раньше, так как же избыток насыщенных жиров в вашем рационе. Что здоровый образ жизни продлевает годы телесного и умственного развития человека. Три главных направления. Диета, генетика и лекарственное лечение. На длину теломера хорошо воздействуют продукты, богатые антиоксидантами зелень, овощи, орехи и семена. Ну, то есть, натуральная пища с энзимами. А среди жиров стали жирные кислоты омега-3. Вид ненасыщенных жиров, показанный для долгожителей. Жиры, вот отдельное исследование они провели, отрицательно влияет на длину теломеров потребление продуктов из рафинированной муки, мяса, а также излишек сахара в рационе. Гуанин, основной компонент теломеров, обладает повышенной чувствительностью к свободным радикалам, поэтому мощным инструментом борьбы с сокращением теломеров является потребление продуктов, богатых антиоксидантами, свежей зелени и овощей. Орехи, семена должны присутствовать. Бананы хвалят, но не те бананы, что газом обрабатывают, пока к нам довезут, а свежие, наверное, с дерева. Малину, цитрусовые, киви, гранаты, чернику, авокадо, содержащихся лекалит, защищают организм в помидорах от аналогических болезней. Томаты богатый источник антиоксидантов. Часто хочется помидор покушать, салат с помидоров свежих. Так что правильное питание позволяет, продлевает жизнь и отсрочить наступление старческих изменений, ученые уже не сомневаются. И вот родинки еще вот тоже с теломерами связаны. Это индикатор старения организма. Британские ученые это сделали исследование и участие 90 пар близнецов. Ученые подсчитали родинки на теле участников, а затем измерили длину теломеров, хромосом в их клетках. И что получилось? В среднем на теле взрослого человека можно найти от 30 до 100 родинок от навыка в некоторых случаях и может быть более 400. Исследователям удалось обнаружить статистически значимую корреляцию по длине теломеров между участниками с менее чем 25 родинками и теми, у кого их было более 100. В последней группе теломеры были значительно длиннее. Это означало, что клетки этих людей моложе приблизительно на 6-7 лет. Видите, то нам говорили, что родинки это как бы рак кожи, меланома. А на самом деле это признак того, что вы дольше проживете. Люди используют лишь 10% от своего головного мозга. Ну, остановите, почитайте. Кто хочет. Вот так вот оно. Тут на YouTube-канале у меня зайдете, наберете слово энзимы. Кто хочет запитание уже узнать. Энзимы. Смотрите, как оно набирается. Энзимы. Вот оно. Тайна правильной еды человека. Энзимы. И все. Хотите жить долго, употребляйте натуральную пищу, отгоняйте от себя лярв энергетических, которые не дают вам перейти на правильный образ жизни. Мы потом рассмотрим, как отогнать этих лярв, которые к вам присасываются и требуют от вас кушать плохую еду, но вкусную, типа в кавычках, вредные привычки и все. Это не ваша воля, это подключенные к вам энергетические сущности, как в фильме «Матрица». Только там были шланги, а это такие энергетические шланги. Они иногда работают во время сна, когда вы спите. Думаете, для чего вы спите 8 часов в сутки из 24? Чтобы тоже с вашей энергией поработать.